welcome welcome дорогие друзья с вами виви и мы смотрим продолжение сегодняшнего игрового дня best of 5 китайский завершился best of 5 европейский вчера завершился и вчера с утра best of 5 корейский завершился остался best of 5 американский и после этого вроде как у нас не останется ни одного дерби потому что все эти команды повылетают а ну не у нас финал еще могут быть где беда самый главный финал у нас тоже может быть дерби потому что спойлер команда t1 будет играть команда gd gaming джин g будет играть команды g2 а выигравшая команда здесь будет играть с команды били били гейминг кстати golden 40 уже игрались били били гейминг и команда нет стоп подождите не сбили били гейминг не будет до извините эти будет играть джин же все верно дача и сегодня их отправил не туда я уже опять европейцев с корейцами связал g2 будет играть били-били гейминг все верно на джинджи соответственно сегодня ожидали именно соперника из китайской серии а что касается вот колодайнов и golden guardian of они так как раз таки будут попадать вот туда ну и пускай идет куда ему надо мы посидим подождем а виви что после дар вас дарк из подожди что после даркиста будет проходить так пока еще рано решать что будем проходить пока неизвестно надо еще йода пройти мы пока только в третьем акте и пока даже до босса не добрались третьем акте и не знаю сегодня будем продолжение делать либо завтра уже сядем и плотненько часов десять поиграем наверно скорее всего это будет завтра потому что сегодня я хочу уже начать выходной свой от стриминга именно чемпионатов и этот выходной потратить на сбор всей информации которая есть бы по проекту надо поработать потому что есть баги которые надо пофиксить есть текстовые баги которую надо исправить а исправить только я их могу есть вещи с озвучкой которую надо проверить есть вещи ну в много чего поделать надо по проекту что скорее всего сегодня продолжение стрима не будет после чемпионата америки но вы можете поддержать проекты купить игру one eleven да это я сделал игру да это мы сделали ее с нуля абсолютно там все с нуля 1 11 ищите в стиме one eleven по-английски 11 она должна быть тоже находиться потому что у меня среди тагов стоит 11 разделенные слитно написано с двумя буквы n слова 11 пишется кто не в курсе вот по стримерам я уже всем кому мог написал сейчас если только случайно увижу каких-то англоговорящих стримеров которым я еще не писал то напишу потому что ну я отправил около наверно 150 писем и не думаю что больше 150 человек еще есть стримеров блогеров англоговорящих которые могут подстримить мою игру ну то есть дальше это только за деньги и но даже при таких условиях я не знаю куда им писать потому что они не отвечают даже на обычные сообщения потому что могли бы отвечать и платно да только у нас мса и не чемпионат америки да у нас не чемпионат америки и голосование кстати выдала 50 50 49 с половиной процентов проголосовали за победу команды golden guardian 50 с половиной процентов людей проголосовали за победу команды клауда найна и у нас получается ликариш на топе будет играть через фиору фиора это попадает вроде пакс под ксанте но еще любой момент может появиться наутилус от наутилус отказывается мнс и более того он отказывается потому что наутилуса забирает команда golden guardian себе на бот-лайн под джинкс джейс будет на мид-лайне от сайл против сайлоса судя по всему от горе да все верно сайлос появляется хотя может это свап будет и сайлос пойдет на топ против фиора играть что мне кажется не очень разумно на мид-лайне будет стоять джейс тогда в ксанте пока у нас лулу на мид-лайне ну понятно дело что она там точно не останется ну что ж драфт двух коллективов построен через среднюю стадию игры с гиперсильным лэйт гейм ады керри оба коллектива хотя в средней стадии игры одна команда через паук и кетч это команда golden guardian а команда клада через team fight и выигрывать в клавной на в тайной посильнее все желает будет и из-за саппорта я бы это отметил все же у них лулу они наутилус и просто так у нас 55 60 наверно это вот так вот и процента выставлю 55 начала golden guardian 60 средней стадии golden guardian и поздняя стадия игры 40 процентов у golden guardian of остается но драфт не тот который хотела бы команда cloud nine cloud nine и хотят сажать стиксея назаю и заставлять хухи играть райкана именно таким образом они побеждали их а на встречных курсах у них не получалось побеждать команду golden guardian они им игры проигрывали так что поглядим я думаю golden guardian сейчас будет довольны своим драфтом и попытаются выиграть эту партию чё 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 сколько раз там чап произносится mns задумался загрузочка пошла все поправляются нервничают потому что одно дело зайти будучи американским коллективом проиграть китайскому коллективу тебя никто за это не ужалит никто про тебя гадости в интернете не напишет да будут какие-то там 23 процента даже мы наверно меньше людей которые скажут вот опять америка сосай но это привычное сообщение даже если бы они выиграли эти люди бы это написали сказали бы что китай просто сегодня не try hard deal а вы все но сосай ну типа такого а вот сейчас если вы проиграете это уже репутационные потери будут это важная игра либо вы клаудайны и чемпион америки либо вы проигрываете golden guardian и golden garden показывает всем что они лучшая команда сейчас в америке китай уже отыграл до китае быстренько серии поиграли и пошли по домам готовится к матчам против европы одна команда против команды т1 готовится 2 против европы а вот джин же ждут джин джин из кореи сейчас сидят и наблюдают с кем предстоит играть хотя думаю они не смотрят даже эту встречу многие эти тренера рассказывали что их игроки матчи с улку только играют мама купила трактора но трактором на самом деле не хорошая песня но не смысле там мы из всяких вещей которые вне а из-за такой кринжа я тебе могу посоветовать много других песен которые были реально хорошие это была слабая и не запоминающийся так прям сильно кариш с фуджем сразу начали размениваться фудж что-то очень попал в крипов лулу хукают лулу у нас играет с пушинкой и хилом латышей было похоже ну по концепту песня ой не помню название она на евровидение не попала в том году она евровидение второе место в латвии заняла а потом она попала через интернет и все узнали что такая была песня от евровидения потенциально от латышей все удивились как она могла проиграть вообще в латвии а проиграла ребят знает почему проиграла пытаясь вспомнить слова песни они потому что там тоже были ебануты слава чести у той песни получается это первый международный турнир где не сыграет европа против и на не почему еще могут сыграть ну пока еще не сыграли но все еще могут сыграть а тогда американцы с европейцами не встретились ни разу в нижней сетке они прошли мимо друг друга верхней сетки они сразу распределились вот такими derby но могут еще сыграть в финале нижней сетки только надо будет пройти китай и пройти корею каждому из коллективов пока у нас ничего не происходит флэш потратил звен потому что он что-то часто ловит хуки хуки делает хук цепляется за берсерка без терять много здоровья но на этом все потому что ответочка пошла по хуке пострашнее еще один проказ берсерк дает к удар по крипам по стексе дали замедление за ним гонится лула выдает еще один каста остается очень мало здоровья там эмена сэмена у которого есть флэш и удар что он и собирается делать он жарничает убивает первого игрока нет он не жарничал хотел убить просто двух игроков мне казалось что надо просто делать flash каст по джинкс а он видите просчитал правильно что если делать flash каст по джинкс то убежит от него наутилус поэтому сначала убил наутилуса джинкс не била его все это время тоже думала что по нему будет фокус проводиться по фуджу пошел он и он затаскивать под вышку двух бойцов и ривер погибает то уровень игры конечно резко упал из это как вчера ребят мы смотрели сначала корею и видели насколько точечно все играли игроки по макро и по действиям потом собрали европу этот клоунаду и сегодня тоже самое сначала посмотрели китай где на каждое действие идет противодействие ни одной ошибки нельзя совершать сразу что-то происходит и потом просто спускается сайлос вниз никто не наказывает то что сайлос спустился вниз оставил джейс одного на линии джейс в итоге плюс 4 фарма сделал ну типа чё за бред вопрос просто а чё за бред почему джейс только 4 фарма преимущества а у сайлоса плюс 2 убийства это плюс 1000 золота никак типа джейс играть непонятно дать смотреть что произошло просто побежал сайлос вниз по вардам просто побежал сайлос вниз джейс никак на это не реагирует никаких тп не нажимает ничего просто стоит фармится да ну и все еще сами нас красиво сыграл на самом деле видите я бы стиксы убила сто процентов а он сблифовал врыв стиксы на самом деле в него не влетал он влетал в хухи он хотел убить хухи чтобы после этого спокойно добить джинкс она в любом случае мол умирает с таким хп стиксы недоволен спрашивает у горе как там дела ну горе вот выше плюс 10 фарма ура здесь фарма ребят чтобы вы понимали это 250 золота примерно даже некоторые считают что это меньше там в зависимости от того каких крипов убивать конечно же all in 26 уровня и не убивает никак горе джейс отступает со здорово здесь ривер сражался вместе с и джоан сиджо него победил и ривера прогонала судя по всему cloud nine и просто на индивидуальном перформансы победят эту партию здесь не в драфте дело не в чем вообще таком чисто индивидуально лучше сыграли то что например в финале чемпионата америки я вам рассказывал что команда клана и победила golden garden потому что она их переграла по драфту она лишила команду golden guardian их главного оружия именно тимфайтов сильных за счет драфта а здесь этого не происходит команда cloud nine ну ничего не добилась пока что вы извините а golden garden тупо ничего не добились пока что уже проигрывают 1000 золота и потенциального тимфайта чуть не вижу джейс плюс фиора мне кажется гвен была бы вместо фиора лучше но там есть три чемпиона которых пикают против ксанта статистика говорит что все эти три чемпиона обладает примерно одинаковым винрейтом так что все зависит от исполнителя против ксанта пикует фиору гвен и джакса вот они все трое его доминирует был еще ли никто в этом списке но потом рейтинг реник тонну поломали немножко игру где-то вот три патча назад и с тех пор больше никто не пикается вообще вот сегодня его пикнули чудом выиграли кстати возможно из-за этого не рейтинг тонны и пик или часто задумался они не хотели иметь или никто на на той стороне от бина против ксанта да наверное из-за этого а потом увидели когда фиору сделали swap хотели это тоже странно свап то они запланировали заранее просто я по поводу чего думаю что какой смысл в фиору если вы хотите делать swap все же делать пик реник тонна это не настолько сильнейший чемпион что вы такие опа все фриела подъехала до как бы про фиору если получше чемпиона и их легче отыгрывать почему именно этого взяли сейчас думаю что возможно была идея другая забрать реник тонна потенциального оппонента вдруг они тоже swap решат сделать и тогда получится что ксанта все равно будет на реник тонна наезжать а чё происходит геральтку делает маукай стексе без боя отдает эту часть карты две пластины ломает команда cloud nine и ривер забирает конечно же геральтку просто где вообще никто не воевал с команды cloud nine а блабер решил тогда воспользоваться сюда сходить и зачем-то делается врыв от хуки на пятом уровне можно спокойно воевать и не знаю почему остальные игроки команды клада сюда не смещаются только сейчас подошли времени было навалом чтобы сюда подойти и решили просто бить пластину понятно дальняя автоатака работает берсерк и решает отступить побаиваться не что мука уже может сюда вернуться вардов у них нет м нас украл ульту наутилуса но пользоваться ей пока не собирается берсерк один остался и он очень странный каст выдал заданал сам себе всех крипов а ему нас идет вниз боже мой что за хаос то есть у вас лулу стреколе с тобой те из-за этого берсерк решил запушивать линию заданал сам себя крипов из-за этого и после этого именно сами еще наутилуса ульту сюда спускается почему не осталось тогда сразу ужас какой-то почему не остался не могу понять ну должна была остаться берсерк бы тоже оставался минус бы воспользоваться ультой а так сейчас у него проблемы его убивают флаж это блабер чтобы поймать горе у горе нет флэша так что скорее всего он здесь погибает да но это размен килл в килл плюсова для горе потому что сделал себе убийство в руки и снял по моему маленький шатдаун там 150 золота на имени совисел фаджа ловит он при помощи w динает подкидывание disengage от блабера пошла ульта маукая блабер берет на себя весь этот урон лулу дает на него ульту но не дала ни по кому подкидывание просто так дала ульту это тоже странно почему не дать ульту с подкидыванием по всем дала ее тогда когда у си джуани еще никто ее не окружил ой 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 не 2 до керри в итоге на топе оказались на джейси спускается вниз но и сайлас видимо тоже пойдет вниз геральтка все еще есть у хухи с ривером они хотят его вызвать наверх да так делают для стексея чисто денежку зарабатывать ну что ж стратегия golden guardian снова в деле снова их план при котором они просто занимаются раскормкой своего одэшника забавно что именно сделал врыв когда у него не было на утилуса ульты сейчас еще раз хочу с блабером момент посмотреть там лулу может она ультанула правильно это баг какой-то был здесь воевать они не могли потому что уже джинкс подошла лулу поймали и мы смотрим за блабером его зарутили они она подкидывание дала да там просто маукай подкидывание за динайл при помощи w а второй игрок не успел подойти а про джейса и получилось что джейс не успел подойти он не подкинулся и он просто наносил уже урон а маука и он за динайл а вот сижу а этот кто там был еще рядом научилась он чисто подкинулся вы видите это три это что такое этом гаунт лет будет от фуджи до опа это свои просто предметы погибает жесть на ровном месте у него не было флеша на него выскочила просто два бойца легких зарабатывать без церкви в этот момент один стоит его не товар дают почему-то сразу за это а и и мука и вообще не в позиции дону слабо слабо конечно ребята по макро играет передвижение по карте очень слабо и ты понимаешь почему она они вот все проигрывают корейцам и китайцам там может быть даже игроки по механике не могут не уступают прям сильно могут там поиграть да кто-то там на 5 процента слабее к тот на 10 но с этим можно играть и работать но здесь просто джейса втроем убивает на медлайне а маукой не в позиции прикрывать джейса не в позиции делать товар дайв на топе в соло берсерка не в позиции там убивать никого снизу просто мука и фармится то есть поставил себе приоритет буду фармится замокая зачем за счет и будешь фармится завалка я что-то упустил ну это неплохо фармится за мука и когда цикл у тебя идет фарминга то есть никто ни с кем не воюет все нормально в итоге мука и ребят про фармился среколился ладно купил маску сейчас себе пасу ничего будет дальше делать часто у него весь фарм не появился значит что-то он должен придумать ну вроде как сейчас дракон может быть геральтка может быть он вот так вот и хотел типа про фарму пацаны потом пойдем обзор выбивать через медлейн расставлять хороший обзор для нашей геральтки вот и потом будем ее забирать качественный слот хочет быстрее но качественный слот для мука и сильно погоду не меняет это же не вуконг я почему право конга то постоянно тут говорю что пока он до дивана не доберется вуконг он вообще-то юзлаз а после диван еще надо смотреть может ли твоя команда поддержать тебя а здесь новую купил он себе маску пустоты эту и чё дальше дальше фарм ребят видимо дальше просто фарм с другой стороны они по золоту не проигрывают их задача играть по тимфайтом golden guardian и этим как раз и отличается от остальных команд ну что команда клада нельзя идти на тимфайт и блабера ловят его избивают лут уж теряящее здоровье и что у нас потеряла команда golden garden ничего а здесь пассивка потерялась у си джуани пласти джуани потеряла ульту и решет команды клада отдать этот объект а не имея возможности за него дуэлица али кориша здесь ловит и пытается 11 лучшего убить фиора нажимает ульту и фиора убегает нажав свою собственную ульту вот она что михалыч фиора была с диванова там уже был гаунт лет я чё так удивился потому что мне кажется сейчас же первым предметом собирают статы для этого чемпиона али кориша решил сразу дэмэдж собрать но это окнул с плюсом у все и гол на гардена пошли крушить команду cloud nine как то так получается ребят кстати кто-то сапку обещал этом видел сообщение было если будет 30 в предыдущей серии то сапка будет кому-то подарено или это кому-то имелось ввиду кому-то не мне тогда ладно тогда я правильно все неправильно все понял или правильно сейчас все понял может это и правда он имел ввиду если хопа пойду флешен за найти подарю сапку интересно тогда был бы вывод мне ли генералу кстати генерал нет смысла же сейчас сапки дарить он же не получает ничего да кто не в курсе как бы я сабскрайбов получаю денежку из рекламы твича получая денежку потому что я не из россии а вот те кто из россии они не получают поэтому они все переквалифицировали сейчас на бусте у меня тоже есть бусте можете там тоже оформить подписку кому интересно но просто вот рассказываю такой-то интересный факт обо мне опа ульта горько здесь ловят много урон прямо наносят труд не попадает и все да и все миссия не выполнена седжуане и дальше врыв делает пытается горе поймать дает по нему замедление тот отфлешивается ульта афеля мимо да 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 варкрафт именно так оно и было я запомнил сообщение а он думал не запомнил а я запомнил ой ульта по джинкс попадает блабер сможет ли это тут добраться руки джинкс и избивает ее flash проказ от блабера убийства джинкс геральтка вызванная на мидлайн вообще ничего не делает и помним что джейс вместе с мукаем но они такие себе чемпионы как teamfighter и им нужно чтобы вся комбинация была вместе и живая тут уже на утилоса джинкс умерла и получается команда клада защитила свою вышку на мидлайне не отдала ее геральтки и отыграла то преимущество которое начало джинкс уже себе на 100 кибать и снова 2000 золота преимущество команды клада плюс два дракона просто ворует ульту на утилуса выдает ее ты работаешь вот стримером работаем мы работаем стримером full time стример мы и не работаю уже наверно лет 15 ты не за это надо по датам смотреть когда последний раз у меня в моей книжке я на кого-то работал я вольная кошка ребят или кот работать на кого-то зачем когда можно на себя работать может на старость лет буду работать школе физруком как в сериале физрук буду к учительнице языка английского приставать или какой она там язык преподавала по школьницами жить буду как на гиев вот со школьницами жить еще можно это опасно тут надо чтобы школьница была совершеннолетняя кажется я собственно игра и студия но вот чтобы моя собственно игра и студия надо чтобы вот вышедшая сейчас игра дала свои плоды пока игра не дала свои плоды она вышла а толку никакого понимаешь трудовиком лучше нас трудовик забавный был он постоянно бухал я думаю всех трудовиков бухал это какая-то странная вроде должна быть просто а-ля стереотип да что трудовик бухает но у нас на самом деле бухал на самом деле постоянно бухал ой хорош проказ ловит здесь мука и убивает его клада и на не потеряет берсерка там под лула останется в живых да но эта партия уже ушла за команды кладная не нашу очень добили только сейчас его будут добивать насколько раз было труды у нас были у других классов труды были днем а у нас труды были рано-рано утром и мы много раз приходили там у нас нулевой урок труды ребят нулевой урок просто задумайтесь это всем всем 30 надо в школе быть это нулевой урок стартовал 730 так 831 урок или 828 20 а первые 730 и на нулевой урок надо было вставать и приходить к трудовику и мы много раз приходили а он нам открывал и он хламину бухой и судя по всему он оставался вчера типа в школе и бухал в своем вот этой коморке внизу в актовом зале да ну там не актовый зал там внизу на помещение и он такой ребят только не шуметь я у себя в комнате посижу метод конспекты надо проехать по трудам конспекта надо проверить а вы это просто посидите потом оценки поставлю у вас 12 классов было да у нас 12 было классов а у нас у нас был еще преподаватель физры мы тогда были маленькие еще но как маленький относительно маленький там 6 7 класс и не особо понимали этот друг короче был сразу для девочек и мальчиков типа общий физрук а несколько лет спустя этого физрука не стало в нашей школе и появилась женщина физрук которая там каких-то олимпийских играх даже участвовала при ссср еще и мужчина физрук который но где-то лет 30 мужичку бывшие футболистом с коленом проблема ли что-то в этом роде а потом где-то уже в 12 классе мы наконец-то поняли почему нас того физрука не стало оказывается не очень хорошо было что у нас было смежные уроки и девочек и мальчиков потому что тому нравились девочки причем девочки ну вы понимаете о чем я там а тут вич и youtube может сразу оценить это неправильно то что я сказал ну он оценит именно правильно просто он поставит мне страйк мне это не надо ну и препода этого тур 0 я не знаю там его в тюрьму посадили не посадили или там не дошло не до чего такого просто его попросили покинуть школу и больше никогда нигде не преподавать да но этот препод он постоянно с нами играл food big постоянно с нами играл во все игры вот этот новый препод от Девок мы больше не видели Не, мы девок видели, когда они в лосинах Выходили и жопками своими крутили И потом наш препод выходил и говорит Так, девочки на той стороне играют, а мы сегодня на улице Все, пошли, мужики Выходим на улицу И он нас дрюкал как можно было Потому что было видно, что чувак все еще заряжен спортом Ребят, заряжен спортом Он нас дрюкал по страшному Ребят, он бискетбольными мячами В нас кидался, он теннисными мячами В нас кидался Он типа говорит, какое-то задание было Мы стоим, короче, в шеренге И он кидает в каждого из нас мяч на баскетболь Надо ловить его И он после этого говорил, что я сделал не так Мы реально как будто в казарме были какие-то Типа, почему это за штрафной Засчиталось в баскетболе Блядь, мы не знаем, почему ты нам правила Типа не рассказал, что за фигня А потом он объяснил, что нельзя кидать мяч В лицо сопернику Ну и когда он это объяснял Он одному парню зафиндюлял прямо в лицо А тот, ну, видимо Плохой баскетболист был Руки не поймали мяч И сразу минус нос Но никто не жаловался Ничего такого Какой любимый предмет был? У меня физра был любимый предмет Это препод меня стебал всегда Ладно, на самом деле Буду... Это вранье Я думаю, мой любимый предмет был всегда математика Потому что все преподы были от меня в восторге По математике Просто во мне души не чаяли Ну, кто не в курсе Типа я олимпиец По математике и всем остальному Я один из тех, кто в школе решил в пятом классе задачки Которые проверяли на, ну, на этот На, типа, ты гений, либо не гений А я их решал спокойно Вот знаете, вот эту задачку Типа, когда мы еще не знаем Как она называется Штука Ой, вылетела из головы Короче, элементарная задачка Я думаю, ее уже все Кто взрослые могут решить А когда ты в пятом классе Ты ее вроде как решить не можешь Задачка звучит так Берем число 1 Прибавляем 2 Прибавляем 3 Прибавляем 4 Прибавляем 5 Прибавляем 6 И так до сотни Какое число получится Покажите решение И найдите наиболее простое решение И я ее спокойно решил Ну, в пятом классе А для всех остальных Они, блин Они даже не понимали Что можно комбинировать цифры То есть там настолько Ну, для меня казалось Что они настолько тупые Все вокруг по математике Я не мог понять, почему Я, кстати, до сих пор не понимаю Почему они настолько тупые были Потому что для меня это звучит элементарно Ну, как бы Ну, и 1 плюс 2 Это 3 Это хорошо Но это будешь мучиться Значит, надо комбинировать 1 плюс 10 Это 11 Но это тоже как-то никак не комбинируется Тогда надо идти по-другому Надо делать проще Надо делать 1 плюс 100 Это 1 2 плюс 99 Это 101 тоже Опа! Мы нашли Мы нашли, как говорится, тенденцию 3 плюс 98 Тоже 101 4 плюс 95 Тоже Плюс 97 Тоже 101 Все Сколько таких пар будет? 50 Что делаем? 50 умножаем на 101 Вот тебе и ответ Все И не надо никому сидеть И реально складывать Это ответ-то есть уже И, ну, таких вот задачек Я там много разных решал Но я думаю, это было связано с тем Что я очень много прогуливал 2-й, 3-й класс В другой школе Я поэтому и перешел в 5-й класс В эту новую школу Но когда я прогуливал Меня родители проверяли Сделал я домашку Или не сделал домашку То есть они таким образом контролировали Ходил я в школу или нет А я прогуливал Просто в наглую прогуливал Меня в школе не было Но когда меня не было в школе Чтобы делать домашку Что я делал, ребят? Я брал книгу И делал домашку По книге Но я не знал, что там преподают Потому что я же самообучением занимался По сути Ребят, вы мне можете честно Нет, я на самом деле Я просто, блядь, сидел И самообучением занимался И я проштудировал книги До седьмого класса По математике уже Поэтому для меня Как бы Когда я пришел в пятый класс И там задачки И там люди Сколько будет 10 плюс 15 И они там еле-еле 25 отвечают Я смотрю на них Вы имбецилы, что ли? Это что за задание Для имбецилов здесь дают? Я куда попал? Потому что я уже Типа программу прошел До седьмого класса Самостоятельно То есть без Без каких-либо преподавателей Потому что я боялся Что Ну а что, преподаватели-то Мне ничего не сделают Да вот батя мне ремнем По жопе надает Если поймет, что я проголил А он, скорее всего Будет математику проверять Потому что русский ему Не особо нравился Латышский ему тоже Не особо нравился И я сидел просто Выполнял задание Там со звездочками Потому что я не понимал Ни со звездочками Ни со звездочками Прочитал описание задания Прочитал голову Про это задание Что там комбинаторика Что такое и так далее Понял вроде все Вроде решил Вроде совпадает Там еще ответы в книжках были сзади С ответом совпадает Решение вроде примерно нарисовал Как оно в примере есть Все элементарно сдаем Ну и потом вот в школе Так и было И все преподы понимали Что я помню Как они преподы Использовали меня Чтобы шеймить остальных Это просто No comments было Сижу короче на уроке Сижу на уроке Математики Как обычно скучаю Потому что нефиг делать Преподавательница берет такая Говорит мне Там Витя Иди короче мел принеси Из учительской Я нефиг делать Пошел Пока я там до сортира дошел Там потом до столовки дошел Потом взял Мел вернусь Захожу Уже конец урока Препод наша горит Там видимо С тупости моих Одноклассников И в этот момент На доске там Какое-то задание написано Она говорит Положи к доске там мел И можешь решить это задание Я смотрю на доску Такую блять Конечно могу Что тут его решать И решая его И она такая Просто берет И шеймит всех остальных На фоне меня Это конечно очень некрасиво Ребят Так нельзя делать Преподавателям тем более Она говорит Вот видите Он даже блять не слышал Ну без слова блять Понятное дело Она сказала Что он даже не слышал Объяснения этих заданий Ну то есть там Что-то было со скобками Ну то есть Она Имела ввиду Что она объяснила Всему классу Как решать задачу А мне она даже не объясняла Меня даже блять Здесь не было И я все равно пришел И решил ее Ну я же не буду Я ей говорю Так Я вообще-то знаю Как это решается Это же легко Это такие шейминги были Но там вообще Школа это веселая тема Институт тоже веселая тема Но институт уже мешает Ребят И я думаю Сейчас все мальчики поймут Зрители мои мальчики В институте уже мешает пенис Вот там уже тяжело Если бы пенис Как говорится Зов пениса отсутствовал В институте было бы тоже Гораздо веселее Когда в школе Это еще не так Типа Ты даже не понимаешь Почему тебе нравится Что девочка в леггинсах Ходит в этих Или как они В лосинах Ты не понимаешь Почему тебе нравится Пышная форма Этой училки Ты еще пока Ну ты понимаешь это Но не понимаешь А в институте Ты уже понимаешь Почему тебе все это нравится И какой учиться О чем вы Ты закончил вышку У меня два высших образования Да Вот так и развилась ЧСВ Ну так оно и раз А как оно может не развиться Ребят Это когда в открытую Преподаватель Директор школы Заменяет биологичку Нашу Заменяет биологичку Приходит Дает задание Кто-то там Что-то выполняет И потом говорит мне Типа Я тебе поставить Могу только 7 баллов За это У нас 10 балльная система Типа четверка Если для России Могу только 7 баллов Поставить за это Но я очень разочарован С тобой Я думал ты белое пятно Этого класса А ты оказывается простой Вы понимаете У нас такие вот преподы были Вот такие преподы Это наш директор Мне сказал В открытую И ты понимаешь Что Меня это очень сильно За этого Как говорится За дело Потому что В смысле я простой Я здесь самый гений Среди этих долбоебов А ты меня простым назвал После этого Я короче учился Только на девятке По всем предметам Потому что Меня это очень сильно Разозлило Ну потому что До этого я думал Что можно не готовиться Ни к одному предмету Я все равно всех переиграю Как говорится А здесь меня Так опозорили Прям при классе Да-да-да-да-да-да Вот это было так вот В наглую сказано Ну а потом Там пару раз Было В столовке Там потом Учителя в открытую Обсуждали мою кандидатуру Там на олимпиаду Надо-не надо ехать Они там спорили Потому что там олимпиады Типа пересекались Типа преподавательцы По химии Говорит он должен ехать На олимпиаду А другой там преподаватель Не понял По какому предмету Говорит Нет он должен на мою олимпиаду ехать На эту твою не поет Нахер твое говно И мне потом рассказывали Друзья про это Типа одноклассники Типа я слышал Как они там спорили На какую тебя олимпиаду Отослать Я такой Бля я вообще не на одну Не хочу ехать Чего Докопались на меня Мне вообще Ладно Чего у нас там Кладдайны победили Кто не заметил На фоне Монолога моего Потрясающее видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Спился Не я кстати не пил Ну я пью Ну так Типа Праздник За компанию Все Но вообще Я не пьющий человек